75-80% заболеваний напрямую связаны с питанием. Это медицинская статистика. Скажи мне, что и когда ты ешь, и я скажу, какие проблемы у тебя с самочувствием и с чем они связаны. Из чего рождается жизнь? Или так, без каких непременных условий жизни не может быть? Это вода и белок. С возрастом скорость обмена веществ замедляется, и организм, выполнив свою главную репродуктивную функцию, начинает просто поддерживать себя и ведет себя постепенно к старости. Для поддержания хорошей, оптимальной скорости обмена веществ нам нужна правильно сбалансированная пища, нам нужно оптимальное сочетание белков, жиров, углеводов и, конечно, воды. Лучше, если наша пища будет состоять из растительного белка, из сложных углеводов, ну и, конечно, не без микроэлементов, витаминов, клетчатки, полезных веществ с другой пищей. Наш организм как печка. Чем лучше и регулярнее мы подбрасываем в него дрова, тем лучше горит в нем огонь. Огонь – это и есть обмен веществ. Если дрова – это выпечка, кулинарные и мучные изделия, крахмалистые вареные овощи и подслащенные допинговые газировки, а также сладкие молочные изделия, то с такими дровами хорошо и долго огонь гореть не будет. Это будут кроковременные вспышки огня, от которого ни долгого тепла, ни радости. Если в нашем очаге дрова хорошие, которые и горят долго, и прогорают до конца, и тепло дают и свет организму, то мы себя отлично чувствуем, продлеваем жизнь активную, насыщенную радостными событиями. Итак, какие дрова хорошие? Первое – это растительный белок. Второе – это сложные углеводы. Это главные источники правильной энергии и плюс водный режим. Ведь вода является лучшим очистителем, увлажнителем. Снимает воспаление, снимает температуру, выводит токсины, улучшает циркуляцию крови и улучшает метаболизм. Итак, давайте конкретно рассмотрим на примере, сколько воды нужно потреблять. Это индивидуально. Из расчета на 1 кг веса мы берем 30 мл воды. Если ваш вес 80 кг, то суточная минимальная норма чистой воды без других напитков будет равна 2400 мл. Пейте понемногу через соломинку и научитесь. Потом привыкните, и вода будет вашим лучшим инструктором по регуляции самочувствия и аппетита. Источниками растительного белка являются все бобовые культуры. Фасоль, горох, соя, нут, киноа. Также растительным белком являются орехи и грибы. Молочный белок тоже необходим. Мясо, птица, яйца, рыба. Здесь отдавайте предпочтение продуктам с пониженным содержанием жира. Готовьте их в духовке, на пару или варите. По возможности добавляйте в свой рацион морепродукты. И очень прошу вас, абсолютно исключите из своего рациона колбасные изделия, сосиски. Лучше сварите похлебку с чечевицей, с чесноком и специями. Это будет вкусно, сытно и полезно. И самый важный аспект нашего режима – это завтрак. Завтрак должен быть в течение 30-40 минут после того, как вы проснулись. Он состоит на 25-30% из растительного белка, из суточной нормы растительного белка, свежих овощей и фруктов. Я рекомендую вам утром выпивать до 500 мл чистой воды или травяных чаев. Это активизирует выработку всех гормонов и запустит ваш день с правильной точки. Теперь о двигательной активности напоследок несколько слов. На первое место я рекомендую вам поставить ходьбу. И лучше, если это будет ходьба с палками. Опора на палки позволяет разгрузить позвоночник и помогает задействовать все группы мышц. Скандинавская ходьба, а это и есть опора с палками, она позволяет сжечь гораздо больше калорий, чем плавание и разгружает мышцы. Кроме того, именно такая ходьба идеально помогает избавиться от висцерального жира. Это вредный жир, который находится на внутренних органах. Он несет угрозу для сердечно-сосудистой системы. И с помощью таких популярных видов спорта, как плавание или какая-то тяжелая атлетика, от этого жира избавиться достаточно сложно. Ходьба, пешие прогулки и зимние виды спорта, такие как лыжи, коньки, это тоже идеально подходит для людей, которые следят за своей фигурой, хотят быть активными и здоровыми на долгие годы.